Привет, друзья! В этом видео расскажу, как создать почтовую открытку с помощью компьютера без использования дополнительных программ. У вас могут быть совершенно разные цели, там свадьбы, день рождения, либо просто поздравление какое-то. Вы можете ее создать на вашем компьютере, распечатать потом в типографии и отправить ее кому угодно. Для того, чтобы это сделать, заходим в Яндекс, пишем «Канва», переходим на первый же сайт kanva.com. На этом сайте справа вверху у вас будет кнопка «Зарегистрироваться», нажимаете на нее и заполняете всего три поля, у вас сразу же произойдет регистрация. Вы попадаете вот на такую страницу, здесь вам нужно нажать «Печать» и выбрать «Почтовая открытка». Вы попадаете в такую вот рабочую область, где вы можете редактировать свою почтовую открытку. Пока что она у вас белая, белый лист просто. Сюда можно добавить текст, добавить объекты какие-то. Ну вот у вас слева уже есть готовые шаблоны, которые вы можете использовать для того, чтобы создать свою открытку. Например, возьмем вот этот шаблон, применить обе страницы. И у нас вот есть страница 1, страница 2. Вот такие у нас страницы с открытками. Эту фотографию мы можем заменить на свою. Переходим в раздел «Загрузки» вот здесь слева. И просто перетаскиваем с компьютера любую фотографию, которую мы хотим сюда поместить. Ну вот просто вот так перетаскиваем. Теперь эту фотографию мы перетаскиваем сюда. И она автоматически заменяется на ту, которая там стояла. При том, что все границы сохраняются. То есть здесь мы можем тоже изменить эти объекты, например, по цвету как-то. Изменить их. Можем удалить вообще, если нам не понравилась какая-то картинка. То есть я даже не знаю, кто это. То есть мы можем нажать на картинку и удалить этот объект. Можем нажать на любой объект. И вверху мы видим панель редактирования. То есть, например, сердечко нам не понравилось по цвету. Мы можем этот цвет изменить на совершенно любой другой. Фон нам не понравилось по цвету. Нажимаем на него и меняем его тоже на любой другой фон. Таким образом можем изменить совершенно все. Отредактировали первую страницу. Редактируем вторую страницу. Два раза нажимаем на текст. И пишем текст какой-то свой. Например, спасибо, что приехали и так далее. То есть выделяем текст. И слева вверху мы можем изменить шрифт. Например, сделать вот такой шрифт. Изменить размер этого шрифта. Изменить цвет шрифта. Сделать подчеркивание. И удалить ненужное. То есть мы можем отредактировать, как нам нужно. Также можем использовать какие-то другие шаблоны. Если, например, этот шаблон нам не нравится. Мы просто вот здесь нажимаем корзинку. Удалить страницу. Вот здесь тоже можем все удалить. Delete нажимаем. И используем другой шаблон. Применить оба страницы. Вот здесь тоже можем отредактировать или удалить вообще эту картинку. Просто нажать корзинку. Удалить элемент. Все. Этот элемент нам тоже не нужен. Тоже нажимаем удалить. То есть все, что нам не нравится, мы можем взаимодействовать с этим, нажав просто на этот элемент. Вверху есть панель инструментов, в которой есть в том числе и удаление этого элемента. Например, мы захотели сделать вот такой. Шаблон нажимаем применить обе страницы. И у нас наши страницы меняются на новые. То есть вот здесь мы уже можем тоже что-то написать. И вот таким образом сделать почтовую открытку, которую мы хотим сделать. Если же мы хотим сделать ее с нуля, нам ничего здесь не понравилось из уже готовых шаблонов. Здесь их правда очень много. Можно что-то найти. То мы можем это все удалить. Вот так вот. Взять, например, инструмент текст. Заголовок. Добавить сюда свой заголовок. Написать здесь что-то. Например, привет. Ну еще что-нибудь. Взять элементы. Вот такой квадрат. Поместить его вот так, да. Сделать текст белым, а то он у нас не виден на этом фоне. И добавить какие-то элементы, которые тут есть. Либо добавить свои элементы с компьютера. И на фон, например, мы загрузим фотографию. Фотографию нажмем на нее. Настроить. Размытие. Добавим размытие. Вот так мы изменили нашу обложку. Точнее мы ее создали с нуля. Таким образом вы можете создавать совершенно что угодно. Добавить, например, еще одна страница. И еще на эту страницу что-то добавить. Также вы можете нажать вот здесь копировать страницу. И у вас создается вторая страница такая же как первая. А потом вы ее уже можете как-то отредактировать. Притом первая не изменится. После того, как ваша открытка готова. Вот здесь вверху есть скачать. Нажимаете. И выбираете как вы будете скачивать. Если вы печатать ее будете, то выбираете PDF для печати. И нажимаете Download. У вас идет скачивание PDF файла. Вот он скачался. Открываем. Вот так он выглядит. Первая страница нашей открытки. И вторая страница нашей открытки. Надеюсь, что данное видео было для вас полезным. Если это так, поставьте ему лайк. Задавайте вопросы в комментариях, если у вас остались. Всего хорошего. Пока.